Мы наконец-то выбрались в лес Пособирать разных полезностей Потому что из народной магии, когда мы людей принимаем Применяем разного рода вещи, в том числе собранные в лес Ну и сейчас как раз самое время собрать Некоторые травы, шишки молодые Листья дубовые Но все нам пригодится В помощь обращающимся Выехал с женой, но она сниматься отказывается категорически Хотя это как раз ее основная специализация Ее-то в лес с детства водили Я-то человек степной Ой, попала Очень старая, очень красивая большая сосна И вот только с нее в лесу мы нашли очень большую и крупную шишку Такой в лесу нет Очень редко такое Я вижу очень красивая крупная шишка Вообще по лесу вот такие вот маленькие шишки чаще всего встречаются Разница какая Это редкость Шишка очень красивая Ну зачем ей надо вообще? Шишка? Ну да Может пусть бы росла себе спокойно да все Ну она таким способом размножаться будет в лесу А нам она пригодится для много для чего Например? И отвары, и для защиты можно использовать эту шишку Много очень рассказываю Ну вот она очень выделяется среди лесов Мало того ее в жизни немножко покрутило, видно сам Сволки Ну вот такая очень сильная пока еще После того, что еще много сухих веток на ней Видно, что она одна из главных в этой местности Хотя местность не очень далеко от села находится Если бы что-нибудь ритуалить, то я бы, наверное, здесь бы это проводила и делала Не, не, на лысое горе Не, на лысое горе Хотя вон тут вот небольшие зачатки лысых гор есть Имеются Возвышенности Эти нет практически вообще Ну она какая? Эти же хайнулина У них шоу споклеров под дымлением И все тоже можно срывать Землянику лесную, ее очень много в лесу Можно срывать прям с корня А потом все сушится и добавляется в чай Вот, очень много витамина На юге я же это заберу Да, я заберу Много не буду срывать Я здесь немного По 5-10 заберу Малину Малину Можно Малину Можно Закладить большой витаминов Огромный Удобнее срезать, конечно, фискатором Ну и только нужно срезать Срезать И как-нибудь вот сушить Нужно Прям с вот этой небольшой С этой палкой Чтобы чай добавлять на юму Оставить еще Хорошие вещи Для детей И для себя Много не нужно Это можно даже В принципе дома Последить Я как человек Я как человек С юга С земляником Видел мало Вот смотри, она Видишь? Попробовать не могу У нас детка без плитов Еще без бутонов А тут вот смотри Уже Такая красивая Полная Скоро уже Борисовичи И я Отеду будет в июне А у нас я Видел только на монастырище Ближайшее Что было в степи Было только на монастырище Там были большие поляны Ну и в Карпатах В прошлом году Там мы объелись конечно Ну это такой Еще раз Это Мясо называется Черный мыс Вообще Абсолютно не свойственная Вещь для леса Больше растет возле болот Киевская область Славится Болотами Я не знаю что она здесь делает Похоже захотелось Настоялось Как-то выросло Для чего она В болотное Не знаю даже Для чего порекомендовать Для каких-нибудь Ритуальных Не очень Положительных Положительных Ритуалов Вот лучше снизу Пожищали Он значительно Отличается От седового Он гораздо кислее И Более Не знаю Намного меньше Нужно в борщ добавлять Нежели Седовый Очень вкусно Очень вкусно Кстати Можно кушать Прямо так Верную лошадь Да Какая красота Да Самое интересное Что на первый взгляд По лесу Ничего Нет Ну Если бы я смотрел Если бы я заехал Я бы сказал бы Что тут вообще Ничего Пусто Земля пустая Ну Нету травы по колено Как мне привычно Было бы А так Присмотришься Ну Здесь Всякие Интересные вещи Каменками Точно не уверена Класс Очень красиво Крептика Что снять Вот это Гор Нужно 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 Что-то она еще нашла Это Слава Рябина Так это и есть Рябина Дерево сапуное В садину Поворот Квартиру Домов Защитное это же красноплодная только черноплодная это немножко другая мухоморы когда будут мухоморы всем же интереснее всего именно мухоморы зачем-то ну зачем-то в принципе она понятна зачем состная вода ломается верхушки у нее ломаются и если вы хотите добавить себе немножко насобирать состной в чаю то не нужно для этого ломать ветки с нее достаточно просто пройтись по лесу и на полу вот она вот так вот лежала часто валяются веточки самые-самые в рукушечки самые молодые получается у нее еще красивые такие шишечки только-только зарождаются да такой огромнейший кладезь витаминный в принципе можно пить круглый год добавлять в чай и не болеть потом зимой не не болеть а будь здоров тоже чисто психологическая на пусте ну вот много цветок который она немножко ранее сбросила но тут сухло уже его нужно не брать не знаю будет видно на видео а 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 и к от а а а а а Это можжевель. Очень хорошее растение для защитной и древней магии. Сейчас на нем нет ягод, а в осени, ближе к зиме, на нем еще будет зеленая ягодка небольшая, а потом она потемнеет темно-темно-синего-поще черного цвета. В принципе, можно собирать и сами колючка, она не очень колючая, кстати. Я думаю, можжевель только в Карпатах. Нет, у нас он очень ароматный, правильно, конечно, высушить, не очень красивый. Когда будете срывать, если будете срывать, не все веточки молодые обрывайте, просите у него, оставляйте по возможности ему большую часть. Берите столько, сколько вам нужно, никогда не берите на потом, возьмите столько, сколько вам нужно. Он сейчас тоже в таком красивом молодом росте, очень хороший, очень сильный. Эти верхушки можно собирать, я не знаю, вручную она не особо хорошо рвется, я это резала своим ритуальным ножом. Можно ножницы, если у вас они тоже не специально. Вот дерево. Молодой. Небольшой, молодой, красивые молодые листья. В принципе, хотела собрать на защитный обережный свой амулет. Делается из нескольких лиственных растений и сосны. Не буду сейчас рассказывать, но очень молодые листья еще немножко негодятся. Кроме всего остального, все дубы, все почему-то с плет, поэтому совсем негодится. Как-то дубам не очень хорошо этой весной погодой, ему, кстати, очень нравится. Ну, сухо слишком, наверное. Не буду выключать камеру, потом я сначала нарежу. О, что, какая-то к нам всегда привела. Нас к себе. Какая, прям, сыручка, хозяйка. Все та же самая. Там две молодые шишки. Несмотря на то, что сосна старая. По-моему, та самая толстая. Может, даже осталась еще до посадочных времен. Буреломчики. Мне, как южанин, это все интересно. Вишня в лесу дикая. Очень хорошее растение. Такое для женской магии можно использовать. Для магии красоты, особенно для лесной, такой нетронутой, дикой. И здесь вот ее много, такой прям, я не знаю, садочек небольшой. Это вишня. В принципе, кто шарит, можно сделать хорошую вещь. Молодость себе вернуть, продлить, улыбаться чаще. Я думал, улыбаться чаще этот мухомар. Привлечение мужского пола, я бы так сказала. А, все это приворотное зелье, понятно. Ну, не приворотное, а вот. Вот это я попал. Пришли и захочелось улыбаться. Угу. Хорошо. Это вишня уже всегда, а мы забрать ее не будем. На, нужно. Ай, нужно тебе? Вот шмеля можешь снять. Я его тут спритыкни из-за того шмеля. А, нет, нет. Ну, такое, может, будет немножко скучное видео. Хотя... Женя, а что это за мух? Обычный мух? Обычный мух? Ну, я, с тупой статкой, не совсем доброй магией. Наверное, мы не будем их рассказывать. А сейчас она все не совсем добрая магия. Ветки вишни можно также использовать чай, как и ветку малины. вот это вот. Цветочки, листочки можно забрать, посушить для каких-то магических целей, а веточку в чайную зиму добавить в тот сбор, который мы собирали малину. Найки бы еще где-нибудь ежевику лесную. Поехали еще по вещам. Идем к машине пока. Пока ее никто не... Никто? Ага. На перекрестке... Ой... Что делать на перекрестке? На перекрестке обычно выбрасывают сбросы. Перекресток он в нашей традиции всегда считался чем-то типа портала, местом пересечения нескольких миров. Поэтому на перекрестке никогда нельзя поднимать копейки, никогда нельзя поднимать деньги. через перекресток не переходят вот так. Переходят обычно через дорогу сбоку. Потом опять сбоку. Через центр перекрестка перебегать нельзя. Ну и считается, что на каждом перекрестке живет свой бес. Не знаю, какой он здесь. Но судя по качеству дороги, довольно-таки культурный, наверное. Я шучу. Качество дороги, качество беса никак не зависит. В общем, вот то, что касается перекрестка. Ну вообще это пересечение. Так же как и мосты, в свою очередь. Помните сказку про битву на Калиновом мосту? Калинов мост это место, через которое можно перейти на тот свет. У нас есть одна из наших мудитаций. Связанная с этим. Женя, а тут одуванчики. Женя, а тут одуванчики. И вот сейчас сезон. Сейчас вся сила растения. Если растение отсветет, сейчас вся сила у него. А в корне когда будет? В корне будет, когда нет еще ни листья, ни цветка. То есть, в начале весны, когда только-только он просыпается. Либо же листочек. сила листочек. 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 Страх. Это если опустили глаза вниз, не знает на что посмотреть. Для меня оно лес и лес. Для меня оно вот все пусто. Я вот так смотрю, ну кое-где трава какая-то. Впритык не вижу. Ну так же как с грибами. Так же как с грибами. Я как-то с грибами хожу, я их не вижу. Я могу на них наступать. Я их впритык не вижу. Может потому что я не место. Может потому что лес для меня все-таки место немножко чужое. А стек обожаю. Позвольте до конца. Подписывайтесь на канал. Оставайте. �. Субтитры подогнал «Симон»